Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале, на котором, если вдруг что-то появляется в нашей любимой игре, вы сразу можете смотреть абсолютно честный обзор. Хотите ничего не пропускать, подписывайтесь на оба моих канала, потому что одного для публикации такого количества видео, как я снимаю, мне просто недостаточно. В этом коротком видео обсудим с вами ISU-130. Эта машина появилась сейчас на продаже за 6500 голды и многие захотят приобрести себе данную ПТ-ху, если являются ПТ-водами и хотят взять себе что-нибудь более-менее дешевое. При этом всем стоит отметить, что ISU-130 не производит какого-то феерического впечатления от геймплея. Это факт, это стандартная ПТ-ха Советского Союза 8 уровня и данный набор в целом ничего особого из себя не представляет. 6500 голды и вы получаете ISU-130, на которого нет легендарного внешнего вида, поэтому возьмете себе вот такой вот пиксель, который является анимированным. Также получаете x5 в количестве 20 штук на эту машину, но не особо радуетесь, потому что сильно поднять свой элитный опыт вы в принципе не сможете, потому что машина ну не прям совсем нагибатор в рандоме. Абсолютно ненужный аватар, слот в ангаре, ну и по старинке открытое все оборудование. Стоит ли 6500 данный набор? Я лично считаю, что условно да, просто исходя из того, что вот это восьмерка, ну и соответственно на ней можно плюс-минус как-то фармить серебро. Хотя есть гораздо более удачные машины и та же самая СУ-130 гораздо интереснее будет. Ну ладно, этот разговор уже абсолютно другой, я имею ввиду СУ-130ПМ, если вдруг вы меня неправильно поняли. В отношении того, что есть на замену. На замену есть абсолютно бесплатная, которую можно прокачать, ИСУ-152. И этот факт очень сильно бьет ИСУ-130 как прему под коленку, потому что здесь, ребят, вам предоставлена возможность выбрать себе одно из пяти орудий. И в зависимости от того, какой геймплей вам понравится больше, выбрать себе максимально подходящее. Здесь есть орудия 2 топовых альтернативных, которые представляют собой крайне уронные орудия, но с долгим временем перезарядки. Либо более быстро перезаряжающиеся, но накидывающие по 400 единиц. Также есть 3 орудия проходных. Короче говоря, выбирай шо хош. А здесь, ребят, вы получаете стандарт для премиумных машин в целом в нашей игре. Одно орудие, которое представляет собой вполне себе неплохо сбалансированную пушку. С временем перезарядки в 9 секунд, это что-то среднее между двумя топовыми альтернативными орудиями на проходной машине. Урон в 460 единиц, опять-таки что-то среднее между теми двумя орудиями. Время сведения вполне себе приятное в 3,3 секунды. И разброс в 0,312, что в целом для ПТХи тоже довольно неплохо. В отношении ДПМа могу сказать следующее. 3000 это очень круто, но реализовать его порой очень сложно. Дело в том, что машина абсолютно не обрадает никаким бронированием. И если посмотреть на систему бронирования данной ПТХи, то ничем абсолютно не удивляет. Картон картоном, 90 мм в прямой проекции, с приведенкой в прямой проекции корпуса, 102 мм. Короче говоря, пробивать вас будут все и без полного сведения. И в лучшем случае вам повезет и прилетит в маску орудия. Может быть, что-то еще и сможете принять без пробития. Все остальное шьется абсолютно спокойно. Фугасами вот сюда закидывай не хочу. Верхний бронелисточек вот этот имеет буквально там каких-то 30 мм брони. Ну и, соответственно, ни к чему хорошему это явно не приведет, если фугасами будут по корме вам забрасывать. Ну, понятное дело, что на любой тачке корму лучше не подставлять. Да и, в принципе, лучше свою корму по жизни не подставлять никуда. Соответственно, меньше проблем будет. Поэтому, ребят, и говорю, что данная ПТХа условно пригодная. Что такое это ПТ? Это ПТ поддержки, которая не способна нормально форсировать события, прорываясь на каком-то направлении. А вот стоять на третьей линии и отбрасывать по 460 единиц среднего урона вполне себе может по засветам своих союзников. Ну да ладно, не будем тянуть кота за резину в долгий ящик. Давайте лучше возьмем ПТшку и поедем на ней просто покатаемся. Итак, друзья, давайте будем начинать и давайте сразу будем обсуждать машину, как обычно, начиная с подвижности. В целом, в отношении подвижности, в отношении маневренности, в отношении геймплея, если вы проходили ветку объекта 268, если вы нормально помните 8 уровень данной ветки, то тогда эта машина вам новых ощущений абсолютно никаких не принесет. Вот как игрался 152 аппарат, точно так же играется и эта машина. Ничего нового, ничего удивительного. Едет, да и едет, картонная, да и картонная. Есть действительно у него, у этого аппарата очень хороший позитив. Точнее, я бы сказал не очень хороший, а, наверное, правильно сказать, большой плюс данной ПТхи заключается в том, что общий запас прочности данной машины составляет всего 1250 единиц по ХП. И при этом всем стоит помнить о том, что вы дали хороший результат в бою в любом случае, если смогли за этот бой набросать урона больше, нежели весите самостоятельно. Ну и при этом всем до того, как вы отправились в ангар отдыхать, вы сделали хотя бы один фраг. То есть вы уже принесли команде позитив в виде того, что забрали ХПшки больше, нежели сами весите в собственной команде. Так вот, стоит отметить, что... Это я уже косанул, ребят, сорянчик. Так вот, стоит отметить, что данная ПТх, она действительно способна набивать урона больше, нежели сама весит. При весе в 1250 единиц по ХП, ПТх абсолютно спокойно за каких-то 4, максимум 5 выстрелов на базовых бронебойных снарядах накидывает урона порядка 2-2 тысяч с копейками. Это действительно вполне нормальный показатель. И в целом, пасти задних в своей команде по количеству нанесимого урона вы однозначно не будете. Будете ли вы выживать в каждом бою? Понятное дело, что нет, потому что живучестью машина не обладает, особенно если вы не сильно аккуратно играете. Но, если вы ПТ-вод, любитель поиграть на средних и дальних расстояниях, при этом хотите накидывать за бой достойное количество урона, то в целом эта машина вам однозначно подойдет. Кому стоит присмотреться к данной ПТхе? Ну, наверное, тем ребятам, у которых заполнен ангар другими ПТ, любите играть на ПТ, можете справляться с картонными танками, ну и, соответственно, себе в коллекцию взять, для того, чтобы периодически на ней заехать, поиграть с интересом, ну, в принципе, по ПТ-шить. И при этом всем вы хотите это делать именно на премиумной машине, а не на, не знаю, проходнике, которого вам более чем достаточно. Как видите, в данном бою, благодаря тому, что союзники довольно классно себя показали, я успел сделать два фрага, при этом накидал урона более чем достаточного, для того, чтобы занять второе место в команде по количеству забранного ХП у соперника. Сейчас посмотрим конкретные результаты по машине. Ну, вот, пожалуйста, 3156, знак классности первой степени, два уничтоженных соперника. По поводу фарма могу сказать следующее. Если не будете использовать прем-аккаунт и будете играть без бустеров кредитов, которые в моем случае затянули на себя 22,5 тысячи по кредитам, то в целом будете выходить где-то тысяч на 60 за бой. Насколько это крутой показатель? Ну, тут считайте сами и пишите комментарии, мне будет интересно почитать. В целом, пофармить можно, но стоит ли покупать за 6,5 тысяч данную машину чисто ради того, чтобы фармить серебро, здесь уже думайте самостоятельно. Как я уже сказал, ПТХ многим понравится, но в то же время не приносит каких-то дополнительных новых ощущений от боев. Но это мое мнение, и я не говорю о том, что оно является аксиома правильным. Я попытался показать ПТХу такой, какая она есть на самом деле. Вам, безусловно, самим принимать решение, покупать ее или нет. Но в любом случае, я знаю, чем мне заняться, а именно пойти снимать следующее видео специально для вас, которое будет посвящено абсолютно честному обзору на вторую машину, которая появилась сегодня на продаже, а именно на Т-54 первый образец, чем в принципе сейчас и займусь. А вам желаю искренне принимать взвешенные решения по поводу приобретения техники в нашей игре, ну а от себя лично, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.